Мультяшный десант, Умка, Бурый Мишка, Леопольд и Кот удивляют кемеровских прохожих. Ростовые куклы рассказывают кемеровчанам о правилах чистоты и порядка. После небольшой лекции жителям сладкий подарок. Фантики тут же предлагают выбросить, чтобы закрепить полученные о чистоте знания. Идея возникла после многих прогулок детей по улице, то что дети тоже жалуются на это. И мы решили вот таким-то очень хорошим способом научить людей чистому. Все, особенно дети, охотно слушают и тут же фотографируются с мультяшными героями. Кот и Леопольд делятся правилами чистоты на бульваре строителей, а Умка и Бурый Мишка на улице Весенней. Тем не менее, выбрать среди двух улиц самую грязную непросто, поскольку обе они довольно чистые. На каждом углу стоят мусорные баки, а благодаря тому, что являются главными местами городских променадов, кемеровчане стараются содержать их в чистоте. Сели отдохнуть на лавочку, подходит медвежата. Она очень обрадовалась, она вообще любит все такое необычное. Удивилась, когда ее угостили конфеткой и говорит, что это такое. Я говорю, ну вот видишь, мы с тобой всегда мусор бросаем в урну, в мусорку. Ну, я учу этому. Я никогда не мусор. Больше часа куклы и горожане наводили порядок на аллеях, собирая мусор. После этого у фонтана на площади драмтеатра подводят итоги и заполняют страницы книги рекордов чистоты Кемерово. Первая запись в нее внесена. Победителем стала улица Весенняя, на которой собрали всего лишь 200 граммов мусора. На бульваре строителей набралось больше килограмма. Акция «Мы за чистый город» будет идти все лето. А уже на следующей неделе мультяшный десант высадится в жилых районах областного центра. Как отмечают организаторы, в планах и выбор самой грязной улицы. В качестве подарка в конце лета она получит массовый субботник. Андрей Шавнев, Константин Червяков. Новости моего города.